Следующий доклад – оценка нефротоксичности с помощью реносцентеграфии при проведении терапии лютец МПСМА у больных с анестатическим раком питательной железы. Павлова Анастасия Викторовна. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Нефротоксичность – это сопутствующая патология при применении различных средств воздействия на опухоль, которые встречаются при химиотерапии, осемодифицирующей терапии, а также таргетной терапии. Данные опубликованных исследований, основанные на малых выборках, указывают на потенциальную нефротоксичность 177 лютеция ПСМА. Возможная причина нефротоксичности основана на экспрессии ПСМА в максимальных канализах почек и элиминации радиофармпрепарата через мочевыделительную систему. Комплексный мониторинг функции почек по данным биохимических данных и динамической нефростентиграфии позволяет диагностировать факторы риска развития почечной недостаточности на ранней стадии. Динамическая нефростентиграфия с использованием 99-го технеца ТЕХНИМАГа и ПЕНТАТЕХА позволяет оценить раздельную функцию почек, состояние паренхимы и чашечной лоханчистой системы почек. ТЕХНИМАГ выводится преимуществом путем секреции в проксимальных канализах почек, что позволяет оценить эффективный почечный плазматок. ПЕНТАТЕХ путем клубочковой фильтрации, что позволяет нам рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Динамическая нефростентиграфия позволяет оценивать и контролировать состояние паренхимы почек урастазов в чашечной лоханчистой системе и нижних мочевыводящих путях, то есть на всех структурных уровнях. В то время показатели, такие как креатинин и мочевина, показывают уже грубые морфологические изменения и становятся диагностически важными, когда уже большая часть функционирующих нефронов становится пораженными. В период с августа по июнь 2023 года мы провели динамическую нефростентиграфию 32 пациентам, при этом мы использовали оба препарата. 24 пациента получили исследования только с технемагом, 20 пациентов получили исследования с пентотехом и 12 пациентов из них получили исследования и с технемагом и с пентотехом. Каждый из этих пациентов утром был подготовлен, приходили к нам уже позавтракали, это был легкий завтрак с умеренной гидротацией. Оценку нефротоксичности мы проводили по шкале ГДИГа, который является наиболее пригодной в амбулаторной и клинической практике скрининговым методом для расчета СКФ у взрослого населения. При использовании расчетной скорости клубочковой фильтрации мы провели, ой, извиняюсь, в данное исследование были включены пациенты, которые получили от 2 до 5 курсов радионуклидной терапии, и у них уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации, что по данным динамической нефростенциграфии, что по данным расчета по формуле, находились в пределах возрастных норм. При использовании расчетной скорости клубочковой фильтрации мы провели оценку функций почек при помощи шкалы ГДИГа, которые представлены на данном слайде. До начала лечения мы получили, что у 72% наших пациентов отмечалось незначительное снижение скорости клубочковой фильтрации, при этом после получения 3 курсов терапии уже отмечается более интересная динамика. У части пациентов отмечалось повышение скорости клубочковой фильтрации до нормального состояния, до C1 категории, но при этом появилась группа пациентов, у которых скорость клубочковой фильтрации снизилась до существенного уровня. После первого курса радионуклинотерапии также отмечается очень интересная динамика в плане поведения креатинина. Он начинает падать, но после получения второго курса и далее креатинин постепенно начинает расти у пациентов. Это коррелирует с данными, полученными при расчете скорости клубочковой фильтрации, что по данным динамической нефростенциграфии, что по данным расчетных формул. Что мы видим? Что СКФ сначала растет, а потом начинает также постепенно падать. Данная таблица более детально представляет данные, которые мы получили. По данным динамической нефростенциграфии, при использовании обоих препаратов, как Технемага, так и Пентотеха, мы наблюдали постепенное замедление времени достижения максимальной активности ТМАКС от курса к курсу у наших пациентов. При этом период полувыведения препаратов тоже совпадал у наших двух препаратов, но и вел себя более интересно. После первого и третьего курса мы видели, что временные показатели полувыведения замедлялись, но после первого курса мы отмечали незначительное ускорение данного показателя. На данном слайде также представлено именно цифровое отображение движения временных интервалов. Позвольте показать вам несколько клинических случаев, которые мы получили. Это пациент Б, 78 лет, получил три курса радионуклидной терапии. Рак предстательной железы Т3Н0М0 болен с 2017 года. По лечению получил радикальную простатоктомию, гормонотерапию и химиотерапию. С 2022 года выставлена кастрационная резистентность. ПСА перед первым курсом у данного пациента составлял 492 нанограмм на миллилитр. К четвертом курсе уже 314. При этом уровень креатинина сначала был 84, потом незначительный партероскок и начал постепенно снижаться. Представленные ринограммы получены при помощи 99 технеция технимага. Верхние ринограммы – это перед первым курсом мы видим, что они функционального типа. Мы видим подъем и спуск и все, как должно быть у пациентов. Соответственно, дальше от курса к курсу мы уже видим изменение данных ринограмм. Мы видим, что удлиняются как и подъем и спуски, то есть удлиняются и секреторные, и экскреторные сегменты. Ринограммы начинают полностью менять свой вид. И уже к четвертому курсу мы видим замедление как и секреторного сегмента, так и экскреторного сегмента. При этом, по данным сцентографии у этого же пациента, но при использовании пентотеха, мы видим точно такую же динамику. Верхний ринограмм показывает норму, то есть у него есть и секреторные, и экскреторные сегменты в пределах временных норм. При этом очень сильные изменения уже идут на втором курсе. Мы видим, что как таковых пиков, которые мы должны видеть от перехода от секреторного до экскреторного сегмента, мы уже не видим. Эти ринограммы более плавные. То есть все же мы видим, что лютеция влияет на функцию почек, хотя по данным каротинина данный пациент находится все еще в пределах возрастных норм. Данный пациент более интересен, потому что это пациент с анатомическими особенностями. У него одна почка подковообразной формы. Мы их исследовали как левую половину почки, правую половину почки, чтобы оценить, как они работают, насколько он перенесет данную терапию. Также ему 70 лет, Т2-00, больно с 2018 года, получил лучевую терапию, гормонотерапию. Также получил 6 курсов радионуклеидной терапии дихлоридом радио-223. В 2020 году выставлена констрационная резистентность. У этого пациента изначально уровень ПСА составлял 49 нг на мл, к шестому курсу уже 19 нг на мл. Уровень кротинина данного пациента постепенно снижался и изначально был на уровне 84 мл на мл. На представленных ринограммах мы также видим, что все временные интервалы на первой ринограмме перед первым исследованием были в рамках функциональных норм. Секреция и экскреция были в норме. Но к третьему курсу, это средние ринограммы, мы видим, что ринограмма с левой половины почки, та, что голубой линией пунктирной представлена, уже имеет более пологий спутник, по прямой идет. При этом начали появляться первые признаки пузырно-мочеточникового рефлюкса справа, это ступенька на фиолетовой ринограмме. К шестому курсу все показатели временные у данного пациента стали очень замедленными. То есть мы видим, что и секреторные и экскреторные сегменты стали очень-очень медленными. На препарате пентотех у этого пациента аналогичная картина, только изначально уже пентотех показывал, что все же имеются небольшие проблемы как с секрецией и экскрецией. Особенно это было выражено с левой половиной почки, что по данным технимага также было у нас заметно. Это один из самых ярких таких наших клинических случаев пациента, который получил всего один курс терапии. Верхние ринограммы – это ринограммы с технимагом, нижние ринограммы – это ринограммы, полученные при помощи пентотеха. До начала терапии мы видим, что экскреторный сегмент, то есть выведение обеих почек, а он замедлено по данным препаратов как технимага, так и пентотеха. При этом после первого курса у данного пациента фиолетовые ринограммы на обоих препаратах превратились во функциональную, они полностью прямые. С левой почек, это голубая линия, они начали просто подниматься вверх. Это коммунитивная почка, которая полностью перестала выводить. При этом по клиническим данным пациент жаловался только на небольшое уменьшение суточной мочи. Больше у него никаких клинических жалоб на тот момент не было. Соответственно, данного пациента сняли с терапии, и он был отправлен на консультацию к нефрологу. Что хотелось бы сказать, что по данным динамической нефросинтиграфии с применением двух радиофарм препаратов, мы отмечаем тенденцию к замедлению временных показателей ринограмм. Также определяется зависимость к увеличению уровня креатинина крови после второго курса радионуклидной терапии с 177 лютецем ПСМА. Также по шкале ГДИГа у 72% пациентов до начала терапии отмечалось нарушение почечной функции. С2 категория отмечалась у большей половины наших пациентов. 28% пациентов нарушений почек вообще не отмечалось. Но после начала лечения появились пациенты с выраженными нарушениями почек до категории С3. И самое главное, что ни одного из пациентов, которые получили радионуклидную терапию, не было зафиксировано нарушение почечной функции четвертой или пятой категории по шкале ГДИГа. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Можно я задам, Валерий Васильевич, вопросы? Вопрос и к докладчику, и, наверное, к вам тоже, и к специалистам, кто занимается лютецием. Изначально, когда начинали терапию лютецием, те специалисты, которые проводили дозиметрию, изначально полагали, что с каждым циклом, с новым циклом, с поглощенной дозой почками будет увеличиваться. Ну, потому что первый курс приходится, опухоль поглощает. Соответственно, это, в общем-то, было подтверждено дальше опытами, когда на второе введение дозы почечные возрастало, а вот дальше получился парадокс. Третье, четвертое и последующее введение, как правило, в общем-то, поглощенное дозой почками падало. Это дозиметрический расчет, который опубликован в разных статьях, и они, в общем-то, совпадают с вашей работой, которая коррелирует с временными показателями, с приотенином. У меня вопрос такой, как вы думаете, почему это происходит? Потому что ответа, как такового, я нигде не видел, у меня только предположения есть. Вот это действительно интересный вопрос. У меня так сходу нет ответа, сейчас я пока буду думать. Может быть, у вас есть ответ? Как такого ответа нет, потому что, мне кажется, просто после первого курса терапии включаются компенсаторные механизмы, которые восстанавливают почку, а вот почему уже дальше он не действует? Вероятнее всего, часть нефронов уже ответила на облучение, и далее уже они не функционирующие, а часть тех, что уже, так сказать, сохранились, они способны выдержать тот уровень нагрузки всё равно, который получает данный орган. А вот в этом случае, если бы они подверглись бы такому лучевому воздействию, наверное же, как-то бы пострадала бы функция почек от этого. Мы видим, что у нас все временные показатели изобилияются, то есть нарушение это мы отчётливо видим. Мы не видим по кариотинину, но видим по данным динамической нефростантиграфии. Потому что почки на данный момент всё ещё справляются, они работают. Как я говорила, именно такие показатели, как креотинина, мочевина, начинают уже проявлять себя диагностически и клинически, когда большая часть нефронов уже погибла. Данные динамической нефростантиграфии показывают именно состояние на данный момент до каких-то уже таких грубых изменений, которые показывают именно лабораторные данные. У него предположение есть, потому что накопление, накопленное дозой почками, тут два механизма – это выведение, и второй – это фиксация на нормальных клетках, на рецепт, которые экспрессируют рецепторы. Может быть, происходит выбывание этих клеток, просто лиминация, те, которые связались с рецепторами. И фактически доза, может быть, из-за этого уменьшается, может быть, как-то влияет. Вопрос интересный, я на него ответ нигде не нашёл. А графики действительно интересные, об этом все пишут сейчас. Спасибо вам огромное. Тут интересно, так всколыхнуло умы Ольга Дмитриевна своим докладом, что мне пишут наши сотрудники, в частности, руководитель отделения изотопной диагностики, Сигов Михаил Александрович, он высказывает такую мысль, что почему не происходит станинг-эффект такой же, как на йоде, потому что этот рецептор по СМА используется в качестве пути для интернализации, а не просто как точка захвата и всё. То есть это как бы путь, через который он проходит. И этот путь потом, после прохождения, опять остаётся свободным. Вот такая вот вещь. Спасибо.